какого хрена вы здесь делаете товарищ офицер мы мы это мы на работу да 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 мы на работу пришли какая нахрен работа вы в курсе то что здесь пару дней назад было мясорубка и с тех пор это место закрыто что мясорубка какая еще мясорубка мы ничего об этом не знаем потому что мы были в другом городе мы вот только вернулись сейчас наша смена должна быть вот что не предупредили то что это заведение сейчас не работает товарищ начальник так мы это вообще не нас никто не предупреждал мы были в другом городе вам же сказали это четко и ясно хорошо по вашим лицам я вас идентифицировал в нашей базе по вам никаких правонарушений нет так что можете быть свободно ладно тогда мы наверное пойдем стойте а девушка какая девушка в чем да мы не проверили девушку которая с вами а да точно товарищ офицер я все понимаю но лучше не стоит что значит не стоит мы должны удостовериться то что она не так кого мы ищем в этом у меня сестра на безобидную это неважно я все равно должен обстрелить на ее лицо стойте стойте товарищ офицер я просто пытаюсь вас предостеречь это очень опасно так а это еще почему она страшная что пиздец ей в детстве трактор по лицу проехал а потом она выпала из нашей летающей машины прямо на киберсвалку ну и что вместо того что она страшная если ты увидишь ее лицо ты обосрешься на месте каждый кто хоть раз на секунду сглядел на нее неделю спать не мог да да товарищ офицер подтверждаю слова я когда увидел ее лицо целую неделю тратить не мог и ладно еще тратить не мог я потом еще две недели кошмары снились ней я все понимаю но я все же должен снять на нее ну я вас предупреждал вам же хуже будет девушка не могли посмотреть на меня но товарищ офицер я очень стесняюсь я не хочу чтобы вы видели мое лицо не потом будет стыдно за это так девушка либо вы сейчас показывать свое лицо либо мы вас отводим участок если что я вас предупреждал ладно ладно можете идти провалить так быстрее чтобы глаза мы больше этого дерьма не видели спать буду так стоп какого хрена мать вашу это пыла в мужик ты на меня не смотри я тут не при делах давайте-ка мы лучше это дума обсудим не стоит на улице сейчас здесь разговаривать а динозавр ты хоть знал про это нет виталий откуда мне про это знать я почти сам в шоке был как я тебе буду спать целую неделю а ваша права и ты ты псих то откуда откуда вообще как-то вообще а тебе рассказала что же только тебе нет я вообще я просто по приколу это вкинул я не знал что это все так будет хренеть не знал он блин ладно сейчас мы домой придем надо будет все четко я очень в шоке как мы с этой ситуации таким образом вылезли это вообще при какая-то 6 это невозможно да я да я сам шоке давайте быстрее быстрее да вы чё такие старики поднимайтесь быстрее да я все еще в шоке это все еще шоке с того что произошло он конечно ты не был бы в шоке ты очень видел ее лицо ты успел разглядеть или ты сразу да я охуел если честно смотри у нас дверь какого-то хрена на хату не закрыта мы же закрывали да я помню то что я ее закрывал какого черта надеюсь мы комп не вынесли видать стой чё такое да блин я думаю может не стоит так просто заходить а ты мастер ты чё засал что ли чувак ну дверь на хату явно не просто так открыто мы же закрывали ну так поймаем воров с поличным ну там мы же только что из хата уходили вряд ли они могли вынести все что там было так вынести все то что там есть хватит и пяти минут эй виталь ты не гони у нас на так то джакузи виделку охрененную а его вынести как минимум неделю можно да да я с ним согласен мальчишки может мы уже внутрь зайдем а то чё мы тут нами проходишь то есть да парни согласен с линой чё вы засали если чё от ебашим этих мудаков вот и я о том же а эти двое ссыкуны ну все давайте заходим внутрь только аккуратно только вы это если драка начнется смотрите вещи наши не поломайте да у вас хата полупустая там не хрена ломаться ты гостинку вашу видел это чисто аренд для петушиных боёв чё сказал чё слышал мудак слышу мужики давайте ссориться между друг другом не будем ахер с вами я один пойду раз вы такие пусечки виталий стой неужели вы все-таки осмелились зайти да погоди ты виталий нельзя действовать одному где там прихлопнут нахрен гостинке явно кто-то есть я слышу оттуда какой-то шум да и воняет здесь чем-то знакомо посмотрите там дым из гостинки идет походу чё-то горит так мужики я пойду 1 давайте со мной какого хрена а здесь происходит вы что вернулись что ли какого хрена вообще здесь делаете да мы здесь уже полтора года бухаем а вы с нами пить будете что это за два долбоёба таких да ты не парься это строители они на нас работали просто а я уже думал вы не вернетесь да мы на пять минут отсюда вышли какого хрена вы здесь устроили да какие пять минут вас реально с мая месяца не было наверное уже года полтора прошло как минимум какие полтора года видимо эти долбоёба вообще в говно набухались быстро извинился ты извинился на коленях вы их отхуярим нахуй да давай за тебя за нас и пивус погоди а чем мы их бить то будем членом еще черт побери они несут а вообще охренели вы нам помешали нашу сочетательные процессы с тёлочками мы уже 201 хотим привести какую нахрен 201 с нами поделитесь виталя ну что тёлочки я люблю тёлочек расскажешь мне знаем мы про твои игры с джойстиками да пошел ты псих чё за жойстики я не в курсе расскажите мне прикол это playstation 5 или 6 или 7 или 8 что так давайте не об этом сейчас надо с этими двумя дебилами разобраться вот слушай а ты не замечал почему когда мы ну с девочками там туда-сюда а почему жопа болит я думаю это технология обратного кайфа какого кайфа обратного кайфа дебил это знаешь чтобы получить кайф тебе нужно получить немного дэмэджа погоди ты чё меня трахал что ли по твою мать брат я могу все объяснить брат все слышите вы оба пошли нахрен с наша хата это чего вас реально щас выкинем нас больше вас меньше мы сильнее ясно пойдем теперь будешь 200 раз отрабатывать чего ребята ну у вас тут и срачельня просто как они успели это все за короткое время сюда притащить ну по их словам полтора года прошло не если бы эти придурки здесь были полтора года то думаю здесь бы вся хата была в таком же дерьме как микроугол блин придется прибраться ребят а вы не забыли про мою проблему нам же срочно нужно на базу картимону по улице повсюду менты рыскают пока что предлагаю остаться на хате давайте приберем этот мусор и подумаем что же нам делать дальше фух наконец-то закончили слушайте народ а чё мы не запрягли этих двух дебилов убрать за собой мусор да хер их знает они так быстро ноги унесли что я даже не успел им напомнить стоп 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 вас что совсем не волнует что ли на смогла изменить себе лицо да кстати как это у тебя получилось я и псих походу все знал видимо просто тянул время да нет я импровизировал уже был готов напасть на этого ментяру когда он посмотрит на лину но когда увидел лицо сам охренел если честно я сама не знаю как это вышло само собой как так может ты можешь полностью менять свою внешность у андроида же должна быть такая функция верно да мне то откуда знать это недавнего времени вообще думала что я человек а не машина чё думаешь псих может она просто поменяет себе внешку и никто не сможет отследить а я даже не знаю я с таким не сталкивался мои стихи это криокамеры ну они андроида вообще пока ты лежал в криокамере я все это время пытался тебя из нее вытащить так что эта тема с андроидами ну как-то прошла помимо меня единственное что из-за всех волнений в обществе курс валюты сильно скакал и много проебал держав все сбережения в биткоинах ну и жесть ты что один из тех кто держал битки до тех пор пока этот пузырь окончательно не лопнул ну да но все неважно сейчас нам нужно думать что сделать с линой ведь мы так и не смогли отвести ее к артимону должен быть другой способ спрятать ее в чем так все на меня пялитесь я то чем вам помогу я не могу просто у вас на хате пересидеть все эти волнения до тех пор пока все не уляжется или я просто не научусь менять внешность а что это отличная идея нет это херня не идея скоро ментяры начнут прочесывать дом за домом и рано или поздно найдут ее у нас тогда и мы тоже сядем и хату у нас отберут так жестко палиться перед законом в наше время нельзя у правительства сейчас практически все оружие если они задействуют военных то с их снарягой нам крышка ну и что ты тогда предлагаешь а псих мне нужно подумать и написать парочки друзей вдруг кто откликнется хорошо а нам то что делать так виталий юрик вы караулите по очереди на первом этаже и на крыше один с крыши смотрит за передвижением полицейских по улицах а второй стоит на первом этаже если менты зайдут наш дом и начнут прочесать квартиру за квартирой мы должны узнать об этом немедленно так что идите займите позиции и держите нас в курсе понятно тогда я буду стоять на первом этаже ты виталий полезай на крышу непон а чё я то сразу на крышу да потому что у меня ну пояси высоты вот я не смогу смотреть нормально вниз крыши понимаешь они но если у тебя все так серьезно тогда ладно я полезу на крышу ну все уйди идите идите псих нам что следует это делать а вы пока оставайтесь на хате и попробуйте выяснить как у лины получилось изменить свое лицо хорошо закрыть дверь юра я дурак у нас лифты не работают а а я думал вы тут спортсмены что с первого этажа на шестой шагаете на боже дебил сам такой у нас вообще-то в башне и лифты работают так напишем этому этому и пожалуй этой надеюсь вы про меня еще не забыли друзья прием я на месте прием я тоже у меня пока что все чисто а у тебя виталий я посмотрю юра прием вижу пару отрядов ментов они прочесывают улицы пока что достаточно далеко от нашего дома понял принял сащи мне когда не будет рядом а я пока отдохну ты чё охренел какой отдохну они могут прийти в любой момент я не все осматриваю а если они через бар зайдут я-то могу их не заметить все все даже здесь спокойно отдохнуть не дадут так давай попробуем воспроизвести что ты тогда сделала ну для изменения внешности да в этом-то и прикол что я ничего не делала но сердце защемило и было очень страшно как будто бы кошки на душе скрипли и я повернулась он закричал хм возможно это из эмоциональных переживаний надо спросить у славка твоего деда ну и моего сына может он что-то знает да он точно знает как я устроена сейчас попробую ему позвонить дак но что там не могу дозвониться погодь они лучше вытащить из себя твой индификатор вдруг власти тебя по нему пробьют и вычислить где ты находишься но тогда я потеряю связь с интернетом и другие возможности ничего потом в переходе купим тебе индификатор ну или на крайняк у артимона возьмем думаю у него должны быть служебные индификаторы а надеюсь вроде бы закончил надеюсь хоть кто-то откликнется чем это вы тут занимаетесь может мне в магаз выйти ты что прикалываешься мы просто идентификатор мы вытащили сломали чтобы меня по нему не отследили уже поздно надо было делать раньше теперь то они могут отследить тебя до этой квартиры не волнуйтесь одна старая знакомая ответила на мою просьбу о помощи через минут 30 она приедет на своем грузовике и заберет тебя прям с крыши отлично но куда меня повезут карте моно нет это слишком опасно тебя вывезут из города на время под видом пылесоса это что троллинг такой ну чушь так чем если тебя убьют и разберут на винтики а сейчас нам что просто ждать ну если вы не нашли способ изменить ее внешность тогда другого выхода у нас просто нет хорошо ты мастер давай еще раз попробуем с внешностью отлично тогда попробуй воссоздать то состояние ребята кажется две группы ментов закончили осматривать соседние здания и направляются к нашему с двух сторон понял тебя но снизу пока хотя погоди кажется вижу их все я поднимайся понял увидимся на нашем этаже так теперь этот дом на осмотр на очереди хорошо вы тогда поднимайтесь а мы будем проверять тех кто выходит из дома договорились псих ну где там твоя подруга через 15 минут будет у нас нет 15 минут виталия сколько у нас времени они уже на первом этаже прозванивают все квартиры думаю через минут пять-десять уже будут у вас вот говнище вам с юрием нужно как-то их отвлечь понял я этим займусь юрий отойди в сторонку а хорошо виталий ну ты куда виталий откройте именем закона неплановая проверка всех живущих если вы не откроете мы будем вынуждены выломать дверь а что случилось у нас что преступник завелся что ли делаем плановый осмотр всех живущих вашем доме это тот киберманьяк про которого все говорили ты что новости что люди смотришь не я эти ваши зомбо ящики не смотрю да я с тобой согласен нафиг эти зомбо ящики но новости все равно смотреть нужно да может ты прав но все же что стряслось вроде девку одну разыскиваем а вроде не девку вовсе ни хера себе а чё она сделала неужели она похлеще маньяка будет потому что при маньяке так всех не обсматривали да она угрожает всему нашему человеческому виду говорят что она сраный андроид представляешь чё реально я думал всех андроидов давно истребили похоже этой гниде удалось где-то скрываться целых двадцать лет ну нихрена ж себе если она андроид то точно замышляет что-то против нас людей ух уж эти сраные машины ладно если у тебя все это не мешай нам мы тут свою работу делаем между прочим мужики простите я не хотел потратить ваше время просто было интересно так вы все еще не опросили людей на втором этаже никак нет я уже на первом этаже всех обошел а вы даже с одним на втором не можете справиться простите мою безответственность нас просто гражданский отвлек разговором да я все понимаю мужик самого уже задолбаю по этим квартирам ходить начальника когда это все закончится то еще 12 домов до конца рабочего дня а потом на смене другая бригада понял ты все еще здесь да извините уже ухожу на сука ты чё делаешь слышу мудила ты должен мне деньги ты уже обещаешь целый месяц и не возвращаешь мудила слышь ты чё охерил да я тебя впервые вижу что у вас там происходит товарищ офицер на меня тут какой-то псих напал хорошо полиция вы как раз вовремя этот урод должен нет денег и он не должен подруга подъезжает ребята там активно то держит ментов нужно подниматься на крышу тогда чего же мы ждем пойдемте за мной прохладно сегодня что-то а мне с моим киберто телом хоть бы хны я даже минус 80 могу стоять и просто ссать но повыпендривайся повыпендривайся псих все же мы знаем на какие деньги куплено твое кибер тело ну и на какие кровью и потом тяжким трудом мною заработанные а ух ты если б не я ты вообще ни кредита не заработал бы скажешь тоже псих ну что там ты же сказал что она будет через 15 минут уже 22 прошло виталий юра не могут вечно задерживать этих ментят они скоро поднимутся сюда на крышу а так вот же она уже едет сюда но ни хрена себе у твоей подруги машина а псих ну здорово мальчишки и девчонки битвана привет крипто кибер я по тебя скучала да я тоже скучал прости у меня были другие дела ну там к камеру все такое да знаю я все про твои крипто камеры дай-ка хоть посмотрю на тебя как ты изменился за все эти годы смотри сколько хочешь только давай быстрее так а это вот это что такое убери руки от моего кибершуанга женщина тебе не нравится может мне тогда уехать и не забирать твою подружку давай так ты помогаешь моей подруге а я позволяю тебе сделать все что захочешь все при все все при все да отлично так а вы что стали полизать ну я вообще не лечу ну пускай тогда она полизает что вы тупые что ли все один увидимся с тобой как только сможем надеюсь с тобой будет все в порядке не переживай за меня мы здесь еще разберемся с ментами там все такое хорошо 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 да мастер надеюсь скоро увидимся ну все сладкий скоро я приду за твоим бренным телом ох мне уже страшно ух ты мастер вы после всего этого дерьма мне крупно задолжали мне ведь тяжело придется расплачиваться с этой персоной не переживай псих разберемся ты меня знаешь ух ты мы еще что вы вы а Субтитры создавал DimaTorzok